Девушки отдыхают 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 что хорошего подожди я же с тобой говорил ладно лично все я понял это этот чувак который пальцем не показывал мог стать вот это флэчер давай освободим вернее скажем что на кота нашли я по поводу нека что где он он нет проклятие значит теперь я останусь здесь насовсем а я так надеялся что он вернется теперь у меня появилась проблема как-то лагает проблема я по уши в долгах перед скатей теперь он узнает что я занял место нека и будет приходить сюда каждый день дай мне пройти кстати почему ты здесь оказался ты вообще не все их любят и поэтому меня зашвырнули сюда иди отсюда блин любитель животных привязался блин на в первом же бою ему не помочь и думаю нормально вот так хуна давай-ка мне нужен инструмент так чуде есть так это все понятно это все моем давай посоле толкнем получаться нам меч на не особо то и нужен да вот так толкнем стрел бы так я наверно купил бы конечно нет так давайте в результате попадаем подожди кружки у меня деньги то есть это точно не моя проблема раз так как дела может у меня есть о и какая же я еще подумаю а видимо по квесту у него будет какая-то что-то сделать надо будет какую-нибудь броню наверное вот так вот здесь где-то выход у нас вот так оправдать есть здесь такие типы они постоянно пытаются избить меня они из нового лагеря настоящие головорезы следующий раз я скажу им что мы с тобой теперь друзья это должно их напугать ты только попробуй такое сказать осел блин пипец только предатель блин к им скажу они напугаются а у кстати мясный жук есть опыта как-никак да и ублюдки из нового лагеря будут в шоке когда узнают что у меня появился защитник да ты охренел они обделаются от страха это должно быть здорово обычно для них убить человека что муху прихлопнуть но теперь они дважды подумают теперь они идут дважды и муху прихлопнут так ладно а прежде чем тут кто-то где-то еще бычет так как прыгнул блин ну может быть если они нападут то не знаю посмотрим так у нас вот здесь вот выходил он и направо шел да здесь мы были уже да здесь мы были все получается мы знаешь что я помогу тебе я замолвлю за тебя словечко и может быть тебя примут в лагерь тогда мы сможем видеться каждый день какая сволочь так я не могу так ладно пошли тогда в новый лагерь пойдем в новый лагерь он бежал по моему направо да да он бежал направо это точно я помню он бежал направо и что-то там бежал бежал или прямо он бежал нет вроде направо кстати на бот по карте обязательно посмотреть наверно наверно вот тут как раз вот сюда окей я примерно так помню блин какую скорость зелье скорости вам интересно это стола подстанет нас о а может он из лагеря не может выходить слушая нам по вот это чисто в лагере мешаться будет наверно вот что вы фиг с ним тогда тогда польза от него никакой вообще нет да хотя бы я думал может нам поможет так он нам туда надо а нет да 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 вот мы тут шли и вот старая шахта или нет это это какая-то хренкень давай пойдем узнавать что-то есть вообще чуть такое чего лучше тебя не разгуливать здесь вот там уже начинаются земли орков это опасно скажем так лучше отдай мне всю свою руду потому что орки все равно порубит тебя на куски окей я думаю мне стоит вернуться назад жаль я уже начал думать о том как потратить твою руду бы мне в такую броню как у тебя брат я туда воркам показал бы где раки-то зимуют так 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 чего-то где-то где-то куда-то сюда мы убежали он охотник вот что-то где-то около охотником а что-то что-то где-то тут да 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 вот что-то тут и иди ты в жопу блин тут падать то наверное вот здесь мы спускались все вспомнил на на карте хотя бы примерно посмотреть было блин тогда где этот новый лагерь да 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 вот здесь мы спускались точно вспомнил точно 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 и сейчас получается мы силы прокачали и тогда получается у нас сейчас урона больше намного вот так нам сюда но мне тут по руинам побегать там как это не открывающаяся дверь кстати говоря еще есть и жалко нету этих нет не рисуются грубо говоря эти вот бармале это да я был да да может быть и не через какое-то время конечно рисуются там буквально там через несколько дней никого вроде как они на самом деле и резались все вот эти вояки ну в смысле вот эти монстры кида которая было бы здорово по крайней мере это опыт нас хотя бы не пропадал так мы с тобой говорили или нет вроде говорили а хватит пить поговори со мной закончить отличный разговор у нас с тобой так где я загляну это не прочь я уже тут был маке так ладно поперли поперли в новый лагерь так ой 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 куда куда я помню сюда вроде по дороге надо было идти что-то я не помню этого места да чудо я не помню этого места и драмбатон место это серафис так отсюда я так понимаю ой хорошо нифигом я понял понял да ёкарный бабай как бы тут как как бы тут как бы как-нибудь был вот так так вот тут мы прошли получается да и нам вот куда-то сюда вот вроде вроде пришли вроде пришли да вот так ну и где ты на карте а недалеко старая старая шахта кстати говоря окей дроби в день больше этого не так жизнь неплохо но у меня закончилась курева у меня есть у меня есть болотник будешь конечно ты из лагеря сектантов или как я просто не стал говорить дальше нормально вот пообщались я понимаю вор 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 вот это я понимаю вор вор они хотя бы этого не скрывают а то там эти говорящие с этими со спящим это просто пипец но он там что-то вот открывать раскрываться знание это еще там так и сказали в курке все так христианин кстати здесь где-то пук пук привет привет я новенький приятно видеть новые лица ты должно быть уже очень давно здесь ты чертовски прав приятель я был одним из первых отсчет и взял что здесь давно значит ты должен знать все об этом месте да как сказать большую часть времени я провожу здесь собирая рис вот почему я протянул так долго мы получаем рис и шнапс немного но вполне достаточно почему ты здесь налоги парень налоги в кошельке у меня было также пусто как и в желудке и я просто не смог заплатить в один прекрасный день пришли солдаты и притащили меня сюда впрочем здесь не хуже чем на воле по крайней мере я не протяну ноги с голода я всегда вовремя платил налоги всю свою жизнь но этому коронованному сукину сыну этого оказалось мало окей так где-то у нас где-то здесь был какой-то блин а прикиньте вот не имя бог да бог и в лагерь пришел чувак с именем пул вы только представьте когда их вместе рядом увидят а за что начнется это вообще просто я не знаю и вообще вот в одном помещении просто находиться невозможно там прям пу и поп 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 там просто и будут дэра первое время терпеть а потом просто выгонять будут если их вместе увидят так где-то там этот какой-то не на этом поле такое ощущение когда выращивают болотник реально я не хочу это ввязываться он не хочет это ввязываться окей о руфус привет я здесь новенький просто хотелось узнать что происходит вокруг спроси кого нибудь еще а я просто работаю в поле и ничего не знаю эх парень я бы с удовольствием предложил нашему лорду самому заниматься этой чертовой работой не моя проблема если тебе не нравится эта работа почему ты здесь это случилось в первый же день после того как я попал сюда левки один из головорезов лорда пришел ко мне и предложил поработать на полях конечно сказал я я был новичком и хотел стать хоть в чем-то полезным на следующий день когда я остановился немного передохнуть этот тип появился снова ты же не хочешь чтобы твои товарищи делали всю работу за тебя так спросил он я сказал ему что окончательно вымотался в первый же день что мне нужен отдых и все такое он даже не слушал просто ухватил меня за воротник и потащил обратно на поле с того случая он каждый день поджидал меня возле двери до тех пор пока я сам не стал ходить на работу не хочу ссориться с этими типами настоящие головорезы и лучше держаться от них подальше да уж вот это порядочка тут свобода были кто такой лор он появился здесь одним из первых помог основать лагерь и заложить рисовые поля сейчас он просто сидит у себя в амбаре и почесывает живот свинья жирная проблема я понял вас мусия так точно не моя проблема то еще тут со мной хочет поговорить христианин ой что ты здесь делаешь ищешь неприятностей и расслабься я новенький тогда ладно трудно угадать заранее каждый день здесь проходит толпа народа и каждый думает что мир вращается именно вокруг него что ты вообще делаешь среди крестьян об этом меня попросил ли я больше не дерусь разве только чтобы защитить себя я убил одного парня и это был уже перебор в результате меня вышвырнули в богом проклятую колонию справедливо в общем как это случилось обычная кабацкая драка я не хотел его убивать наверное просто ударил слишком сильно тогда я был кузнецом сам не знал своей силы почему ты присоединился к этому лагерю вот что я скажу тебе у меня не было тогда другого выбора но я и не собираюсь позволять этим гуру промывать мне мозги старом лагере я немного не поладил со стражниками хотя и воры и наемники проявляли уважение они боялись тебя может быть в любом случае теперь я здесь и советую тебе попробовать тоже самое нет спасибо как не стать таким же сильным как ты ты можешь научить меня даже если могу для чего тебе нужна сила так получается защищать себя да и задавая себя наверно для того чтобы защищать себя для этого нужна не сила скорость неужели ты думаешь что сворачивать челюсти лучше чем жить в мире для того чтобы научить этих ублюдков хорошим манером прежде чем это случится ты станешь одним из этих ублюдков нет я не буду учить тебя ради этого так я думал об этом и что же придумал что-нибудь получше нет я так и знал так короче сгораться непонятно да то есть он нас не хочет учить я не помню что я помню что он тут стоит и какой-то чё там там какая-то особо охрен тень у него но не помню как именно так лорд а то не лилия так эй новенький мы ищем человека чтобы отнес воду крестьянам на рисовые поля тебе сейчас нужно обзаводиться новыми друзьями что скажешь блин если я буду рад помочь отлично отправляйся к лорду он даст тебе воду и расскажет все что нужно теперь ты можешь носить эту воду сам у нашел себе дело получше думаю стоит напомнить тебе кто из нас главный ну-ка давай-ка нахер но слушай так а неплохо неплохо видали вы сколько халов ему сняли очень неплохо я вам сказал мы сейчас даже еще этот и под подеремся с ним я так я просто он не застал расплох так ты крыса ты чё а ты блин слушайте видимо я первую напал на из этого на меня напал ну смысле этот офигеть о ой ты крыса да и дрема там чё он этот топор то не успел достать да куда ты залез то осел какой же кретин куда ты полез то тварь ой как же мне горит жопа надо отойти от этого подальше от столова вот так вот да куда я тебя сейчас убью падла ой почти 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 не надо блок ставить на просто тупо лупить его двум убери оружие два раза ударить всего можно было бы как-то хилку юзать на этот на я не хочу в это ввязываться давай на кнопку на какую-то было бы здорово будь дай иди нахрен осел ты чё крыса да я удираю нихрена ты козлина напал на меня а я очень убил что ли у тебя даже не будет времени пожалеть об этом да 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 согласен ты задал мне хорошую трёпку парень это был хороший бой но сейчас он окончен как дела друг мой ох парень что тебе нужно теперь можно за себя подстоять и дрем потом похоже крестьяне хотят пить похоже крестьяне хотят пить я разберусь не волнуйся пошел давай быстро крыса выпендрежная пошел как штаны насрал блин и давай будут еще выпендриваться тут так где еда блин слушайте обалденно представляете у нас доспех был бы хороший ох мы ему бы трёпку то устроили бы очень хорошо мы еще там что-то у него забрали еще да так мы какой-то там 26 но у нас 29 нас получше жало шершня у нас получше 29 у нас блин обалденно обалденно так лорд снова ищешь неприятностей смысле ты занимаешься рисовыми полями так ну и что ищешь работу меня послал левти да и что он сказал я должен отнести крестьянам воду хорошо вот тебе дюжина бутылок крестьян там почти вдвое больше так что проследи чтобы всем досталось поровну нифига то осел а как это так ну-ка руку меня послал левти я принес тебе воды спасибо приятель в глотке у меня сухо как в пустыне у часа мы не всем дадим да пойдем ка мы гарацию дадим вот на рачу может быть у нас за глоток воды научит там чего-нибудь меня послал левти я принес тебе воды спасибо парень еще немного и я бы начал пить из лужи чуть так охота пить ты не понимаю так нас 12 бутылок до так ну-ка давай ты так я принес тебе воды левти послал меня спасибо мы как-нибудь одни анимацию бы тоже отменить будут это все я не знаю что мне дадут за это но мне кажется ни хрена мне не дадут до это но ладно меня прислал левти я я понял зачем молча выпил одному все выпить да спасибо приятель еще немного я бы начал пить из лужи окей я понял тебя так там на всех именных вы наверное для начала да наверно нам надо разделить на каждом поле чтобы попили на с каждого поля меня прислал левти я спасибо так это все понятно так ну тут вроде тоже этот сам опок где где твой приятель пута меня послал левти и так быт 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 за здоровье малыша спасибо так кто там еще все безымянные да меня прислал меня прислал левти так сколько у нас воды осталось так 20 21 походу все так подожди походу всем хватит нет да слушай похоже похоже всех надо воды в 20 лет и получается всем хватит екарный бабай я то думал блин он сказал что вот 12 воды а вдвое больше рабочих что типа не хватит им походу хватит екарный бабай а я че то этот ну ладно так тебя я это еще не давал блин вот эту анимацию как мне чуть-чуть быстренько отдал бутылку да и побежал дальше да так тебе мы давали уже воду так все тут попившие окей так меня вот представляете если это обман и меня сейчас вот ничего за это не дадут у меня вообще задница взорвется спасибо спасибо приятеля всех тут порешу блин меня присл а вода вообще нужна куда-то или нет она по идее в этой еде спасибо спасибо приятель с одинаковым голосом левки левки послал мы кстати муру что набили видимо если мы его так вот воду будем можно в ловушку нера попасть из да и бесконечную эту черту воду разносения пресс если мы легче рожене на не набили бы кстати хорошо что я силу-то прокачал действительно потому что беседу реально очень трудно было бы из лука он убивает из магии тоже вот а этому меня прислали ранить его и в принципе считаться не за убийство а так вот получается как бы нормально я думаю спасибо спасибо так что у вас тут все меня прислал я прислал левки спасибо спасибо так и последний вот этот да их так не не так много стремлю а вот смотри а ну вот мы ему дали до получается вот этот ну там нас еще двое или трое осталось без левки по о это сразу сказал то есть сейчас получаться он разгар разговаривать не будут так 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 ты и там в принципе у нас на полях осталось двое или трое спасибо которая которая без воды да потому что я думал что не хватит руфсу мы давали до давали так ты у нас вот это наверно без воды левки сейчас представляете подойдем к этому к лорду да скажем бы всю воду разнесли а он зачастую вот он скажет нам спасибо и дружеское похлопывание по плечу вот это будет вообще от вот скорее всего так и будет меня прислал я правда не понимаю почему воды так много он же сказал что типа спаси в два раза больше рабочих то непонятно может кого-то два раза тут покормил так вот это покормил кормил напоил а и приносите воды так все у нас теперь тут все тут нас парочка да буквально без воды да вот один и у нас все вот и без воды меня или бур денег мне хоть за это даст блин ну короче новой си новый лагерь и меня уже тут не нравится горацию так мы тебя до последний остался ага все так и у того у нас 7 штук воды еще осталось он чё делать вообще бонус жизни плюс 5 это хэл восстанавливать так ну все вроде закончить да походу не против я я подожди все ухожу проваливай пошел в жопу я собираюсь выйти ты ты быстро учишься вот этот человек куда убежал как дела друг так что тебе нужно у меня был прошлый день просто хотел проведать тебя у меня был паршивый день и я просто хочу немного расслабиться просто постоять так минутку-другую тебе понравилось да да ух ты сильнее сильнее хватит с него да ты иди ты взадицу ты-то какого хрена тут на меня атакуешь ты посмотри на эту тварь ой-ой-ой какая зараза ты посмотри на него а так давай и лифте еще еще и ножки может как дела ох так у меня бы тебе понравилось убери оружие хватит с него так это не бежит да о еще и лук заберу у тебя дрянь такая все так вот его крестьяне эти не с водой о видимо надо еще семь крестьян найти у тебя даже не будет время не пожалеть об этом нормально спасибо так еще одну нашли окей ну-ка может теперь о ты занимаешься рисовыми полями так ну и что ищешь работу иди ты в задницу короче я понял походу меня надули тут окей так левти что ты еще можешь мне сказать ты задумаешься как делаешь так что мы еще не отвечали хотя бы просто хотел проведать тебя просто хотел проведать тебя окей получается а что мы за лук-то там взяли давайте-ка пузырим урон наверное неплохой 20 ловкости ну 40 урона и дрем батон да а неплохой мечик так шершня у нас получше окей так получается все тут-то что у нас никто даже о пошло пошло пошла мазута и дрем батон пошла мазута пошла мазута ой а мы на этом уже ладно где нас не любят окей так ну вроде как все единственное с водой конечно много времени прошло блин оказалось не нет сама не алё да ну ладно что нам ты собираешься пройти через эти ворота а ты собираешься остановить меня нет но ты должен знать что тебя там ожидает это тебе не старый лагерь да и сектный болотных придурков у нас мало общего так что же меня там ожидает здесь нет ни охранников ни стражей чтобы присматривать за порядком здесь каждый сам за себя вместе держимся только мы наемники понятно чем занимаются наемники мы наемники на службе у магов воды наша главная цель вырваться отсюда мы много работаем и не собираемся расслабляться как те типы из старого лагеря что живут за счет рудокопов мы все подчиняемся Ли он великий человек он один из тех кто поддерживает порядок в этом чертовом лагере чем вы отличаетесь от тех придурков которые работают рудокопов то и так же на крестьянах вы езжаете с рисом осел нашел тоже чем гордиться чем занимаются маги они изучают магические свойства руды которую скрипки добывают в шахте насколько мне известно они собираются взорвать всю чертову гору руды чтобы уничтожить барьер и выбраться отсюда это должно быть опасно они говорят что мы не должны волноваться да они говорят у вас большие запасы руды можно сказать и так мы называем их железной горой на нее можно купить даже жену короля но мы не собираемся отдавать свою руду этому старому пердуну мы хотим выбраться отсюда где находится эта железная гора никогда не видел целую гору руды а в центре пещеры есть большая дыра руду сбрасывают туда но близко к ней тебе все равно не подобраться и маги и наши люди все охраняют руду и днем и ночью да я просто спросил так что насчет остальных людей одно жулье все без исключения на лагерем наплевать с высокого холма я бы скорее поручил какому-нибудь крестьянину охранять эти ворота чем кому-нибудь из них как идут дела скрипки по прежнему добывают руду когда они наберут достаточно мы взорвем всю железную гору то есть вы выезжаете на рудокопах да на бедных которые добывают руду для вашего лагеря осен эй сзади шутник так ну что ладно ребятушки давайте так заканчивать на этом серию вот и продолжим уже в следующей посмотрим что там залить что там вообще вот и все спасибо большое за лайки за поддержку за подписку ребятушки и увидимся уже в следующей серии всем доброго друзья всего самого хорошего и всем пока до новых встреч